СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Причинение мучений. Различные методы противодействия призыву. Насмешки, проявления презрения, клевета и издевательства. Искажение наставлений пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Попытки внушить людям сомнения и распространение лживых домыслов. Попытки прийти к соглашению, чтобы как-то совместить ислам и доисламские представления. В результате чего многобожники отказались бы от некоторых своих убеждений. А пророк, милость ему и благословение Аллаха, поступился бы какими-то своими принципами. Мучения мусульман. Многобожники начали подвергать мусульман всевозможным мучениям. Беляль ибн Рабах, да будет доволен им Аллах, был невольником Умэйя бин Халяфа аль Джумахи. Умэйя часто завязывал ему на шее веревку, а потом отдавал его мальчишкам, которые водили его до тех пор, пока на шее Беляла, мир ему, не появлялись следы. В самую сильную жару Умэйя заставлял его ложиться на раскаленную землю, а на грудь Беляла клали огромный камень. Так продолжалось до тех пор, пока однажды Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, увидев эти пытки, не купил его. Пыткам до потери сознания подвергался Амар бин Фухайра, да будет доволен им Аллах. Его также выкупил и освободил Абу Бакр. Кузнец-оружейник Хабаб бин Аль-Арат, да будет доволен им Аллах, был рабом женщины Ум-Анмар. Она и многобожники подвергали его разным видам истязаний. Они таскали его за волосы, скручивали ему шею и много раз укладывали на раскаленные угли, после чего придавливали сверху камнем, чтобы он не мог встать. Абу Бакр, мир ему, также выкупил и освободил много рабынь, принявших ислам и их детей. Аллах Всевышний так отзывается об Абу Бакре, да будет доволен им Аллах. «Спасен будет от него, от огня, богобоязненный, который дарит свое достояние, чтобы очиститься от скверных грехов. И никто не должен возмещать ему оказанную милость, ибо оказал он ее только из стремления к сущности Всевышнего Господа своего, и будет он удовлетворен». Амар бин Ясир принял ислам вместе со своим отцом и матерью, да будет доволен имя Аллах. Многобожники во главе с Абу Джахлем выводили их за пределы Мекки и укладывали на раскаленный от солнца песок. Как-то раз, когда их подвергали этим истязаниям, проходивший мимо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Терпение, о семейство Ясира, ибо поистине вам обещан рай». В итоге Ясир, да будет доволен им Аллах, скончался, не выдержав этих мук. А потом Абу Джахль убил Сумейю, мать Аммара, да будет доволен ее Аллах, пронзив ее утробу копьем. Эти люди стали первыми в истории ислама, принявшими мученическую смерть. Язычники подвергали различным пыткам и Аммара, да будет доволен им Аллах. Оставляли его под палящим солнцем, придавливали его грудь тяжелым камнем, топили. В итоге Аммар против своей воли подчинился им, произнеся то, что они желали слышать. В связи с этим Аллах Всевышний не спасал аят. Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал. Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Ему готованы великие мучения. Среди подвергнутых мучениям были и состоятельные жители Мекки, такие как Мусаб ибн Умайр, Сухай Парруми, Осман ибн Афан, и даже достопочтенный Абубакр Сыддык и Талха ибн Убайдуллах, да будет доволен имя Аллах. Одним словом, язычники оскорбляли и стыдили обладающих авторитетом, но принявших ислам людей. Они запугивали их разговорами о больших финансовых затратах, которые те могут понести за то, что избрали данный путь, и о потере положения в обществе. Других мусульман, не обладающих силой, влиянием или защитой, попросту избивали, издевались над ними различными способами. Козни язычников, направленные против пророка, мир ему и благословение Аллаха. Язычники не осмеливались прямо вредить пророку Мухаммеду, милость ему и благословение Аллаха, по причине его высокого происхождения и хорошей репутации. Кроме того, он находился под защитой и опекой своего дяди Абутальба, который принадлежал к знатному роду и пользовался уважением людей. Вначале курайшиты призывали Абутальба повлиять на своего племянника. Позже предупредили, что разорвут с ним все отношения, если он не остановит его. Также была попытка заключить договор с Абутальбом, сутью которого была передача пророка «Да благословит его Аллах и приветствует» в руки язычникам для того, чтобы те наказали его, взамен Абутальб получил бы самого остатного юношу в городе. Все ухищрения, предпринятые язычниками мирным путем, не дали результатов. В итоге они перешли к враждебным действиям против пророка, мир ему и благословение Аллаха. Так один из многобожников опрокинул на посланника Аллаха «Да благословит его Аллах и приветствует» внутренности верблюда, когда тот совершал намаз. Они сквернословили в его адрес, препятствовали совершать намаз у Кабы, угрожали покалечить или даже убить. Жена Абуляхаба Умджамиль разбрасывала колючки на пути пророка «Да благословит его Аллах и приветствует» и мусульман. Все это – лишь малая толика враждебных действий, предпринятых язычниками по отношению к пророку, милости ему и благословению Аллаха, и мусульман. Пятеро человек яростно высмеивали и оскорбляли пророка Мухаммеда «Да благословит его Аллах и приветствует». Это «Валид ибн Мухира», «Асват ибн Абдуявуз», «Абуззамга Асват ибн Абдуль Муталиб», «Харис ибн Кайс» и «Ас ибн Уайль». Аятом «Воистину мы избавили тебя от насмехавшихся». Аллах сообщил своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, о том, что будет защищать его от нападок неверующих. Так наказания многобожников, оскорблявших пророка, «Да благословит его Аллах и приветствует», были воистину поучительными. Рана от стрелы, полученная несколько лет назад, долгое время не беспокоила Уалида. Боли начались внезапно и привели к тому, что через пару лет Уалид умирает в страшных муках. Асват ибн Абдуль Муталиб становится слепым после того, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, проклял его. Через некоторое время на сына Асвада Зам'у обрушиваются беды, от которых тот погибает. Харис ибн Кайс умирает от болезни, поразившей его внутренности. Ас ибн Уайл ранит ногу ядовитой колючкой. Яд распространяется по всему телу, доходит до головы, и Уайль умирает в ужасных мучениях. Другие ярые противники из числа курайшитов находят свою смерть в битве с мусульманами при Бадре. Таково наказание тех, кто мучил мусульман и издевался над ними.